Милоки Баг чемпион НБА 2021. Если бы кто-то сказал это перед началом прошлого сезона, то это высказывание посчитали бы очень смелым. Что ж, тот человек, который рискнул бы с этим прогнозом, мог заработать кругленькую сумму, если бы поставил на это деньги. Ведь какими бы смелыми не казались эти догадки, команда взяла свое и выиграла титул НБА впервые за полсотни лет. Но что ждать от Багс в новом сезоне? Сегодня порассуждаем. С вами Оранжевый Мяч. Давайте соберем 300 пальцев вверх под этим видео и подпишемся на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. Не забываем также подписываться на наш паблик ВКонтакте, ссылка на который находится всегда в описании. Начинаем! После чемпионства команды в прошлом сезоне ее наконец стали воспринимать всерьез. Есть только действующие чемпионы и еще 29 команд, которые попытаются сбросить их с трона. Это межсезонье нельзя назвать слишком удачным для команды из Милуоки. Они потеряли Пиджей Такера, который несколько сдал, но все равно оставался отличной защитой и опцией команды. Однако постарались заменить его Грейсоном Алленом, которого получили в сделке с Мэмфис Гризлис. Также они не смогли переподписать Брайана Форбса, который перешел в Сан-Антонио Спёрс. И решается судьба таких игроков, как Джастин Джексон, Джефф Тик и Аксель Таупенни, которого до сих пор не подписали на новые контракты. Из подписаний же команды на данный момент стоит отметить переподписание Бобби Портиса на 2 года и 9 миллионов долларов, подписание Джорджа Хилла из Филадельфии на 2 года и 8 миллионов долларов, переподписание Танасиса Адыда Кумба на 2 года и 3,5 миллиона долларов и подписание таких парней, как Родни Худ, Семи Аджелея и Тремонта Уотерса. Итак, это будет еще один сезон, в котором Бакс предстоит доказать, что они действительно лучшие. Смогут ли они это сделать? На этот раз ситуация в лиге будет куда сложнее. Следует ожидать, что команды будут куда сильнее и самое главное, будут более внимательны к сохранению здоровья своих лидеров. С того момента, когда Янис вышел на свой высший уровень игры, команда всегда была успешной. В сезоне 19-20 они уже выглядели доминирующе в регулярном сезоне, но чемпионство так и не взяли. В сезоне 20-21 они уже были не так ярки в регулярке, но смогли собраться в плей-офф и взяли долгожданный трофей. Это говорит нам о том, что организация работает над своими ошибками и обладает отличной гибкостью. В новом сезоне, если команде удастся избежать серьезных травм, то они точно будут претендовать на первое место в Восточной конференции. Милоки уже доказали, что могут побеждать и без Яниса, а значит они смогут поберечь его силы при необходимости в матчах с командами, которые имеют отрицательный баланс побед и поражений. У них есть Миддлтон, есть Бобби Портиз, есть хорошая скамейка. Они будут очень гибкими на протяжении всего регулярного сезона, уж поверьте нам. Единственным препятствием для Милоки становится тот факт, что Восток очень серьезно укрепился и стал, возможно, даже более конкурентно способным, чем Запад. Эта ситуация может помешать команде Бада взять первое место по итогам регулярки. На Востоке есть Атланта, Бруклин, Филадельфия и Майами, а также ряд других команд, которые точно не дадут Бакса разгуляться в этом году. Милоки будет чрезвычайно сложно в статусе действующего чемпиона, ведь теперь все команды лиги будут обладать дополнительной мотивацией в матчах против них. Янис может попробовать побороться за очередной трофей MVP или лучшего защищающегося игрока сезона. Логичнее, конечно, было бы поберечь его здоровье, но зная Яниса, парень будет рвать и метать в каждом матче, и уж точно он бы не хотел пропускать ни одну игру. Уж такой у него менталитет. Если рассуждать на тему плей-офф, тут все куда сложнее. Именно поэтому это лишь прогнозы, и мы не утверждаем, что будет именно так, как говорим. Бакс уже в прошлом сезоне могли вылетать от Бруклина, если бы Дюрант не заступил за линию во время решающего броска. Та серия была омрачена травмами Ирвинга и Хардена, но при всем этом затянулась аж на 7 матчей. Это говорит о том, что у Бакс уже тогда были проблемы, а если сейчас Бруклин, который стал, как кажется, еще сильнее, подойдет к плей-офф без травм, это будет очень сложное испытание для Милуоки. Не стоит отметать претензии таких команд, как Нью-Йорк Никс, Атланта Хоукс, Бостон Селтик и даже Чикаго Буллс на плей-офф. Про Майами и Филадельфию мы вообще молчим. Восток в этом плане просто бешеный, и это будет очень интересным приключением. Даже если представить, что Бакс подойдут к плей-офф в абсолютно лучшей форме, их все равно нельзя считать абсолютными фаворитами Востока, при живых и здоровых Бруклин Нэтс. Но если предположить, что Янис и компания все-таки попадут в финал НБА, то там их тоже не ожидает никакой легкой прогулки. Такие команды, как Лейкерс, Клиперс, Санс, Ворьерс, Наггетс и другие, не важно, кто выйдет в финал Запада, это будет очень сильный коллектив. Легкой прогулки для Милуоки точно не будет. Букмейкеры же ставят Бакс лишь третьими в списке фаворитов на победу в чемпионате в новом сезоне, после Лейкерс и Нэтс. Однако разница между этими тремя клубами минимальна, поэтому делают какие-то выводы преждевременно. Но если вы хотите знать наше мнение, то Бакс не выигрывает чемпионство. Мы не верим в этот исход, более того, лично мы не видим их даже в финале НБА. Нам кажется, что они закончат свое выступление в финале Восточной конференции. Но вы, естественно, можете не согласиться с этим частным мнением. На этом наш ролик подходит к концу. Пишите в комментариях свое мнение по поводу перспектив Милуоки в новом сезоне. Будет очень интересно почитать. Спасибо вам большое за просмотр. Услышимся в новых роликах и до связи.